Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 марта. И вот только вчера я показывала вам, как я пикировала вот эти перчики в кассету. И я говорила, что если вы, несмотря на то, что перец очень нежный, он так ранимо относится к повреждению своей корневой системы, и что перцы так легко пикировку не переносят, как томаты. Ну и тут же я говорила, что если вы правильно будете пикировать перец, то для него он переживет это безболезненно и даже не будет болеть. И на вопрос, как узнать, удачно ли прошла пикировка, я вам, ну вот сегодня хочу показать видео, перчики вам сами покажут, удачно ли прошла пикировка. Вот смотрите, я вчера их пересаживала, и вы видите, что они стоят, листики не привяли. Перец, он такое нежное создание, что если бы ему что-то было плохо, у него обязательно была бы вялость листиков, подвяли бы, они бы так немного паникли. Вот смотрите, они стоят как живые, и такое впечатление, что их даже никто не пересаживал. Они, по-моему, даже не почувствовали, что я их с одного места на другое перекинула. Вот в том-то и состоит правильность пикировки. Это не то, что я говорила, что вот этот метод, именно этот, правильно всё, а просто, что надо минимальное количество времени без грунта держать, только после того, как всё приготовили, тогда уже выкапывать эти перчики, чтобы они у вас не лежали на воздухе. Правильно укладывать корешки с нежностью, с такой, смотреть, чтобы они были без загибов, без всяких таких. Я вот только основной корешок прищипываю, остальные у меня остаются все в целости, сохранности. Я их присыпаю нежненько, потом уже поливаю, и несмотря на то, что я вчера очень хорошо полила, я вот сегодня хотела немного подрыхлить, но грунт ещё очень влажный, я покопалась вот этой вилочкой и оставила их до завтра. Как я уже говорила, видите, после полива создались такие небольшие углубления, я сейчас вот разотру руками перегной в мелкую-в мелкую, в такую, чтобы была такая консистенция мелкая, и вот здесь присыплю, чтобы не образовывалась после полива такая, как корочка, чтобы воздух прорыхли, потом посыплю перегноем. И вот смотрите, хочу ещё сказать о том, что некоторые, многие часто пишут, что ой, какая некрасивая земля, мы добавляем, у нас пушистая, у нас как пух. Вы не судите по обёртке, у меня земля натуральная, без всяких добавок, но растениям это нравится, они прекрасно растут в этой земле, и иногда мы делаем всю эту красоту грунта, и все добавки больше для себя, а не для растений. Вы спросите, им нужны эти добавки или нет. Вот я, я уже сто раз говорила, что у меня просто поливая земля и перегной. Все растения прекрасно растут, прекрасно переносят, все и пересадки, и перевалки, и всё. И когда пишут, мне даже смешно, я вот петунию себе пишут, какая ужасная земля, ну что за выражение, земля не может быть ужасной. Вот сейчас тоже, да, я вот покажу, некоторые скажут, ой, грунт такой не пушистый, он и не должен быть пушистый. У нас что, в огороде у всех пушистая земля, я их выращиваю в том грунте, в каком они будут дальше расти. Они сразу приучены к этому грунту, никаких у нас, ни кокосовых излишков нет, вот таких вот роскоши у нас нет. Все, перец перенес пикировку прекрасно, видите, живой, здоровый, теперь уже все зависит от хозяина, если хорошо я буду за ним ухаживать, он будет дальше хорошо расти. Но если, конечно, или переливать, или забыть не поливать, сразу говорю, ничем не подкармливаю рассаду, когда уже она будет в 500-граммовых стаканчиках, тогда я, может быть, посмотрю. Но вообще рассаде всего хватает, вот маленькой рассаде в этой ячейке всего хватает, потом пересажу в 500-граммовый стакан, большой рассаде в 500-граммовом стакане будет все хватать. Я уже давно вывела такую формулу, чем меньше добавок, чем меньше всяких подкормок, и чем меньше вмешиваемся мы в жизнь растений, тем они лучше растут, и тем естественнее у них проходит вот этот процесс. Чтобы потом не ломать голову, от чего листья пожелкели, от чего листья упали, лучше ничего не добавлять лишнего, особенно если вы начинающий, и если вы не знаете, точно нужно вашим растениям это или нет. До свидания! С вами была Ольга Чернова и мой перец на следующий день после пикировки.